Здравствуйте, в эфире программа личной встречи. Сегодня я хочу поговорить о том, как в нашем городе развивается предпринимательская деятельность и можно ли, а главное стоит ли открывать свой бизнес. Встречайте у нас в гостях Виктория Стецура, начальник отдела по работе с предприятиями малого, среднего и крупного бизнеса. Здравствуйте, Виктория Владимировна. Здравствуйте. Очень рада вас сегодня видеть. Я нашим телезрителям уже озвучила главную тему передачи, но перед тем, как к ней перейти, давайте познакомимся с вами поближе. Итак, с чего же начиналась ваша трудовая деятельность? Если рассказывать с самого начала, то сразу после выпускных экзаменов в институте, это Московская финансово-юридическая академия. У меня мой преподаватель, тогда была у меня преподаватель Башира Вера Эриковна, она пригласила меня на завод МК Армета Йонс в качестве специалиста в юридическом управлении. Соответственно, я не раздумывая согласилась, поскольку найти работу после института сразу, да, еще на таком заводе, тогда он был очень перспективный и очень развивающийся, мне было очень льстительно, поэтому я не раздумывая, конечно, согласилась и пришла туда к ней работать. Вот. В дальнейшем я тоже по просьбе Веры Эриковны Башировой меня перевели в администрацию города Орска. Она предложила мне работу в отделе, который ныне я сейчас возглавляю, только тогда он назывался отделом по перспективному развитию, вот, тоже в качестве ведущего специалиста, вот. И потом, я проработав там два года, меня перевели в отдел муниципального заказа, тогда он был, сейчас ныне сектор муниципального заказа. И в дальнейшем, уже тоже проработав там год, мне уже предложили должность начальника отдела, уже, ну, только не перспективного развития, а уже по работе с предприятиями промышленности, малосреднего бизнеса и перспективного развития, после того, как его объединили с двумя отделами. Ну, соответственно, тоже должность была такая очень ответственная, поэтому приходилось обсуждать там с родственниками, со своими, с семьей, потому что сама понимаю, что должность начальника требует определенных усилий, это определенные затраты не только времени, сил, но и определенная ответственность, не только за себя, но и за свой коллектив. Ну, после некоторых размышлений, все-таки приняла для себя окончательное решение и пошла на эту должность. Ну, ныне сейчас там работаем. Как я понимаю, учились вы на юриста, да? Да, да. Вот, и каково это было, сменить сферу деятельности? Ну, вы знаете, она не настолько у меня менялась, то есть во всех должностях, во всех учреждениях и заводах, где я работала, да, получается, администрация города Уорска и МК Армита Юнс, юридическое образование мне очень помогает и продолжает помогать, то есть везде все время сталкиваешься и с договорами, везде сталкиваешься и с какими-то претензиями, письмами, то есть юридический навык, законодательство, это одно из такого, является таким коньком, на котором все, начинает юриспруденция, заканчивая нынешней моей деятельностью, да, все держится на законодательстве, поэтому ориентироваться в нем мне мое образование очень помогает в этом случае. Да, не хватает, может быть, каких-то навыков в сфере экономики, но я пытаюсь как бы совершенствовать, проходить какие-то курсы по поводу вот нынешней сферы своей деятельности. Училась, когда работа в муниципальном заказе, проходила обучающие курсы в Академии Столыпина, именно по специализации муниципальное управление и заказ, вот, ну, как бы получила определенные навыки, но юридическое образование, я думаю, что оно никогда мне не было лишним и нисколько не мешало, даже, наоборот, помогало. Сколько лет вы уже возглавляете отдел? Я возглавляю его с 2012 года, с января месяца. С два года? Да. Ответственность чувствуется, наверное, да? Вот сколько у вас всего подчиненных? У меня в подчинении пять человек, вот, ну, плюс у меня есть еще два подвесных учреждения, это бизнес-инкубатор, Орский и многофункциональный центр, недавно открывшийся, вот, ну, там, как бы, свои директора в моем непосредственном подчинении, но, соответственно, их сотрудники в их руководстве непосредственно находятся. Ответственность, конечно, большая, причем, побывав на должность света исполнителя, должность начальника, она давалась мне, ну, можно сказать, немножко с трудом, потому что привыкла все исполнять, а здесь надо руководить и ставить задачи, причем иногда, понимая, что ты хочешь, не всегда можешь донести то, что ты хочешь, да, конкретного исполнителя. Были и непонимания, были, ну, такие, скажем, серьезные моменты, когда приходилось ставить вопросы ребром, но в любом случае, несмотря на то, что коллектив даже, с которым я работала, когда впервые попала в администрацию, да, он частично оставался в моем коллективе нынешнем, потом с течением времени коллектив постепенно изменялся, приходили все новые сотрудники, вот, и, как бы, нашли уже общий язык, у меня коллектив достаточно сплоченный, у меня одни девушки практически в подчинении, ну, за исключением вот директоров муниципальных учреждений, вот, поэтому как-то пытаемся ладить в девичьем коллективе, находить компромиссы, ну, всякое, конечно, бывает, но я стараюсь вообще, как бы, чтобы и конфликтов в моем коллективе не было, стараюсь пресекать их сразу на корню. Вообще, как вы думаете, вот, каково быть женщиной и руководителем? Все-таки нас считают слабым полом. Да, да, вот, знаете, мне иногда хочется иногда жесткость такую проявить, ну, вот, иногда не получается, наверное, либо у женщин какой-то, то ли материнский, всех всегда жалко, на всех охота пойти навстречу всегда, хотя потом на себя ловлю иногда на мысли, что это потом может переступить какую-то грань, и потом пойти в ущерб своей работе, я как-то себя пытаюсь иногда останавливать в этом, ну, борюсь с этим, так скажем, вырабатываю жесткость, я думаю, что, может быть, еще либо мало времени, но сейчас я уже, понимаем, уже даже в моей, так скажем, домашней, семья моя заметила, что я стала немножко там жестче, может быть, где-то агрессивнее, по сравнению с тем, какая я была, я думаю, что вот, не знаю, наверное, влияние моей работы такое. А муж где работает у вас? Есть не секрет? Да нет, не секрет, он работает у меня на Аносе, вот, он работает старшим оператором остановки. Ну, вот, он как к вам относится, все-таки, что вы руководитель в администрации, как и все, что жена такая, там, босс? Да, ну, вот, если честно, он вообще сам меня сподвиг на эту работу, когда я приходил, я говорю, ну, ты понимаешь, что теперь это постоянная работа до ночи, это постоянные задержки, командировки и так далее. Он говорит, ну, надо же вперед двигаться. Ну, это было на начальном этапе вот так вот. Ну, то есть он, когда у меня еще были какие-то сомнения, решающую точку, можно сказать, в моем принятии решения поставил все-таки он. Сказал, ну, ты что, разве можно? Отказ, такое, может быть, бывает там раз в жизни, не у всех и так далее. Он меня как-то убедил. Потом начались, когда вот постоянное отсутствие дома, ребенок там с бабушками, с нянями и так далее, мое постоянное отсутствие, началось сначала восприниматься, ну, вот, как ты, может быть, ты уделишь внимание семье. Но теперь уже прошло два года, я горжусь, что у меня такой муж, потому что, если бы не он, наверное, никто бы меня больше не понял. И он как бы меня поддерживает. И даже, когда там кто-то с друзей говорит, как ты вообще живешь, когда с женой постоянно нет дома. Он говорит, да я уже привык, он у меня сам научился уже и готовить, и убираться, заниматься домашним хозяйством, несмотря на то, что тоже работает. Вот. И с ребенком заниматься, в общем, практически, большая часть хозяйства уже на нем. Но он сказал, ну, мы как-то должны вместе же, мы же поддерживаем друг друга. Поэтому считается трудной ситуацией, и он меня в этом случае поддержал. Взаимопонимание есть? Это самое главное? Да, да. Вот я вот этим очень дорожу, и, конечно, благодаря моему мужу. Если переходить вот непосредственно к вашей работе, как часто в Орске встречаются среди именно предпринимателей девушки, и какая вот сфера деятельности у них больше? Ну, так скажем, в процентном отношении сказать не могу, но если в среднем, так говорить, может быть, половина на половину. Хотя вот были вот 30 мая в городе Оренбурге на днях предпринимателей, там шла церемония награждения предпринимателей именно со всей Оренбургской области. И мы даже стоя с нашими предпринимателями отметили, что сколько много женщин, причем женщин разных возрастов. Это начиная от молодых, ну, так, 30-летних девушек, да, и заканчивающих женщинам уже даже пенсионного возраста. И все занимаются предпринимателем в разных сферах. Это и, конечно, уже услуги. Это парикмахерские услуги, там, услуги кафе, ресторанов, баров. Это крестьянско-фермерское хозяйство тоже на них держится. Да, есть такие у нас женщины, которые активно этим способствуют. Конечно, женщинам больше нравится, ну, так скажем, какой-то эстетический вид бизнеса, да, но у нас вот много вот хлебопекарной производства, наверное, каравай, да, вы все знаете. Вот гостиничные у нас практически, бизнесы держатся на, ну, большая часть, может быть, на женщинах. Поэтому я думаю, что здесь женщины ни в чем не уступают мужчинам. Они также сильны в принятии своих решений, они также умеют активно вести свой бизнес. Вот, поэтому я думаю, что женщинам тоже здесь везде дорога. И причем за грантовой помощью вот к нам обращаются начинающие предприниматели, тоже, ну, так скажем, половина тоже женщин из них являются. Смотрите, вот наш город, конечно, не сравнивает ни с Москвой, ни даже с Оренбургом, да, но все равно день от дня количество индивидуальных предпринимателей становится все больше. Кто-то не хочет работать, скажем так, на чужого дяди, да, там. Кто-то занимается, я не знаю, творчество свое развивает, вот там девушки куклы шьют и открывают, может, какие-то там маленькие магазинчики. Какая-то помощь администрации сейчас ведется, вот мы уже начали разговаривать о грантах, да, вот как давно это ввелось и кто может получить гранты? Ну, грантовая помощь, она у нас предоставляется за счет средств областного бюджета. Это, к сожалению, вот не наш местный бюджет, но областной, которой мы активно пользуемся, то есть предоставлена нам такая возможность, его могут получить любые начинающие предприниматели, срок регистрации которых не превышает одного года. Это есть ограничения по некоторым видам бизнеса, например, такие как торговля или, ну, в том числе торговля под акцизами, какими-то марками товара и так далее. Вот, но в основном это сфера деятельности неограничена, ну, за исключением там определенных видов, вот, и составляет она в размере до 300 тысяч рублей, то есть максимальный размер, и предоставляется на безвозмездной основе. Единственное, так скажем, условие, чтобы начинающий предприниматель, получив такой вид поддержки, он отчитывался в течение трех лет за его целевое использование. Чтобы мы знали, что человек потратил его именно с целью занятий бизнесом, а не для каких-то личных своих нужд, создавал при этом рабочие места или хотя бы поддерживал создание тех рабочих мест, которые он создал на момент получения мер поддержки. Ну, так, в принципе, особых ограничений нет. И вот наши предприниматели, они вот сначала как-то побаивались, наверное, его получать, боялись то ли ответственности, то ли вот самой процедуры прохождения этой сбора документов на получение этих мер поддержки. Ну, вот с каждым годом у нас предпринимателей, получающих и обратившихся за получением, становится все больше. Вообще, насколько наш город именно привлекателен для предпринимательской деятельности? И какой бизнес лучше развивать? Вы каждый день общаетесь с такими людьми. Да, ну, если говорить о статистике, то, конечно, основная сфера, которая занята у нас в городе Орске, это сфера торговли. Как-то еще повелось с давнишних времен, когда это был самый легкий сфер занятий бизнесом, когда был дефицит товаров у нас по всей стране. И вот люди от этого еще очень трудно отходят, так скажем, но перспективы есть, и перспективы есть именно в услугах, в качестве обслуживания. Причем привлекательность у нас есть и то, что мы, так скажем, являемся, так называемым, центром Восточного Оренбуржья, и люди, которые, так скажем, с ближайших городов, это Гай, Новотроицк, они все-таки едут к нам и за получением образования, кто не имеет возможности уехать в другие города, они едут к нам и на работу, и едут к нам отдыхать. Как у нас один раз выразились новотроичане, что у нас видит город Орск, это в качестве сферы отдыха. Вот у нас есть парки, на Троицке парк там он как таковой не функционирует, у нас здесь есть кинотеатры такие, достаточно уже современные, и в которых можно посетить. У нас есть большая сфера баров и ресторанов, по сравнению, допустим, с тем же самым Новотроицком, куда можно сходить, отдохнуть с семьей, с детьми и так далее. Поэтому я считаю, что сфера услуг, это наиболее тогда, да, сфера для развития. И второе, это, наверное, все-таки производство, но здесь нужно иметь в виду, что когда начинаешь производственную деятельность, конечно, есть много нюансов эту деятельность, труднее начать, сложнее начать, чем, допустим, просто открыть там какой-то ресторан, там, я не знаю, барчик какой-нибудь, или там парикмахерское. Здесь очень связано с согласованием различных компетентных органов, по земельным отношениям, там, по подводу коммуникации. Да, наталкиваются на определенные трудности, но, как показал пресс-тур, который мы проводили, в сути, даже с вашим участием, да, что все равно производство в нашем городе есть, оно развивается. И тот, кто не боится трудностей, и он достигает определенных, так скажем, высот, в том числе и в производстве, в том числе и распространяет свою продукцию, не только на территории города Орска, но и за пределами даже Оренбургской области, по всей территории России, и даже выходит на ближние и дальние зарубежья. Я считаю, что здесь все зависит непосредственно о способности человека. Можно любую нишу найти в нашем городе Орске, которая, может быть, и перспективна, и востребована. Вот, в том числе, работать, как я уже сказала, не только на наш город, но и в том числе на ближайшие города, даже на наш соседний Казахстан. То есть у нас есть даже предложение по открытию совместных предприятий в будущем, по производству конкретных продуктов, именно реализуемых на территории Казахстана. Вообще, вот на сегодняшний день, какова тенденция в городе? Как часто закрывают индивидуальному предпринимателю свой бизнес? Ну, если говорить о статистике, которую также нам предоставляет налоговая служба, в прошлом году, если вы знаете, было увеличение страховых взносов от наших индивидуальных предпринимателей, это очень резко ударило по нашему малому бизнесу для самозанятого населения, и был очень существенный темп снижения индивидуальных предпринимателей. После того, как после многократных обращений, в том числе с участием всего предпринимательского сообщества, и опоры России, и наш общественный совет предпринимателей вращались с просьбой отменить или внести изменения в закон по социальным страховым взносам, этот закон был изменен, то есть для индивидуальных предпринимателей снижены страховые взносы, и с этого года у нас, конечно, темп численности значительный снижается, там, минус 9 человек, если в прошлом году у нас за месяц, допустим, снижение составляло 90 человек, 130 человек индивидуальных предпринимателей в месяц, то сейчас это минус 9, минус 3, вот мы ведем анкетирование, эти, так скажем, предприниматели, когда они приходят на стадии подавать заявление о ликвидации, там, либо закрытии, да, причины бывают разные, и не всегда, так скажем, причиной тому являются, там, страховые взносы, ну, как это было основной причиной, есть укропнение бизнеса, то есть случаи, да, то есть индивидуальные предприниматели закрываются, и они в целях оптимизации налогообложения они образуют одно юридическое лицо, которым создает суставный капитал, и там налогообложение, в том числе, там, из 10 индивидуальных предпринимателей, да, платят только с одного юридического лица. Есть люди, которые закрывают свой бизнес по причине того, что они просто, ну, либо не в состоянии выдержать конкуренции, которые на данный момент, да, и рыночные отношения довольно стремительно развиваются, либо пишут, допустим, о отсутствии финансовых ресурсов для продолжения бизнеса, да, есть люди, которые закрывают свой бизнес из-за того, что у них нет, не было определенных навыков, то есть они просто не справляются, да, это и подбор кадров, это нужны определенные познания в сфере рекламы, в сфере маркетинга, есть люди, которые начинают бизнес только из-за того, либо от безысходности, допустим, вот, уволился с работы, да, и некуда пойти, и вот начинают просто заниматься, хотя мы предоставляем услуги на базе бизнес-инкубатора по обучению начинающих предпринимателей, даем им основы, да, и в дальнейшем проводим различные обучающие тренинги, поддерживающие, ну, вот есть и такие предприниматели, которые, ну, просто не имеют достаточных опытов, знаний и закрывают свой бизнес именно по этой причине. В конце мая арчане отметили Дни предпринимателя, и журналисты получили возможность своими глазами увидеть то, как в Орске развивается малый, средний и крупный бизнес. Я предлагаю нашим телезрителям посмотреть отчетный сюжет. В рамках празднования Дня Российского предпринимательства в Орске состоялся пресс-тур, на котором журналисты вместе с представителями власти посетили начинающих предпринимателей, а также владельцев среднего и крупного бизнеса. Первым пунктом назначения стала фабрика мебели «Мехков». Здесь нам удалось собственными глазами увидеть все этапы производства мебели, которая, кстати, имеет отличное качество и расходится в лед по всей стране. Полностью мы на самобеспечение у нас, мы привозим лес из Башкирии, сами его пилим, сами делаем, то же самое привозим ткань, сами ее режем, сами шьем, сами одеваем комплекты. То есть наша фабрика одна из лидеров по стране считается. В следующем мы посетили производство детской одежды «Лучший ребенок». Основное направление компании оптовая торговля продукцией собственного производства. Ассортимент бренда очень яркий и разнообразный. Здесь представлена одежда для детей от рождения и до 8 лет. Кстати, Елена Рувинская открыла свой бизнес два года назад, но ее одежда, известная на сегодняшний день, далеко за пределами Оренбуржья. В теплице «Зеленый сад» участников пресс-тура встречали свежими огурчиками, которые, кстати, называются «Орские». ООО «Зеленый сад» это предприятие, основная деятельность которого направлена на выращивание овощных культур с последующей реализацией на территории нашего города. В собственности предприятия имеется теплица общей площадью 1260 квадратных метров, склад фруктохранилища, а также розничный магазин. В данной теплице работает всего три человека, которые не только ухаживают за овощами, но и собирают урожай, которые в месяц составляют 10-15 тонн. Огурчики, правда, очень вкусные, так как выращены в идеальных условиях. У нас будет концерт, посвященный Дню предпринимательства. Хорошо, спасибо большое. В «Орце культуры и университетов». Спасибо. Мы вас будем ждать. Так и не узнав секретного сорта огурцов, делегация журналистов отправилась на фабрику матрасов «Виколь». Динамично развивающаяся компания специализируется на производстве высококачественных ортопедических пружинах и беспружинных матрасов двусторонней мягкости. Помимо этого, компания производит изделия для комфортного и здорового сна. Основные потребители продукции – гостиницы и санатории нашего города. Мы включаем в свое производство четыре основные серии матрасов, которые имеют разные пружинные блоки, разные наполнения. По пути мы посетили еще одно производство – «Энергоремстройсервис», который специализируется на изготовлении и установке электроподстанций и металлических конструкций. На мясоперерабатывающем предприятии «Жилен» участников пресс-тура уже ждали накрытые столы, но прежде нас познакомили с производством. Каждый этап приготовления продукции «Жилен» нам удалось увидеть собственными глазами. Предприятие выпускает более 170 наименований колбасных изделий. В цехе по производству полуфабрикатов работает около 30 человек. Все производство автоматизировано. Соблюдены все гигиенические нормы. Выпускаемые изделия только из свежего натурального мяса. Мы работаем только по заявкам. Ассортимент у нас свыше 20 наименований. То есть это имени, вареники, котлеты, цифтели, хинкали, бараки. Но у нас это еще все впереди. Мы развиваемся, учимся, мы и стремимся достичь каких-то высот. Напоследок мы посетили одно из ведущих предприятий нашего города – Орский нефтеперерабатывающий завод. Экскурсию по заводу провел сам генеральный директор «Страноса» Владимир Васильевич Пелюгин. Завод пережил глобальную реконструкцию, благодаря которой вышел на новый уровень производства топлива современных стандартов, которые охотно покупают не только в России. Так, только за 4 месяца 2014 года предприятие переработало 1 миллион 800 тысяч тонн нефтяного сырья. Произведено 226,7 тысяч тонн бензинов, более 506 тысяч тонн дизельного топлива, 118,6 тысяч тонн для активного топлива. Более 6 тысяч тонн битума. Хорошее предприятие, которое я лично посетил и хотел бы там, может быть, и чтобы они участвовали в предсторе, это завод горного оборудования, развивающееся предприятие. Хотелось бы, конечно, чтобы в городе активнее развивалась сфера услуг, чтобы доступность этой сферы была шаговая. Естественно, тут же будут появляться рабочие места. Это тоже производство, это тоже люди, которые выпускаются у нас из училища, им нужно приложение сил. В настоящее время в Орске действует 9447 субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них 3977 малых предприятий, 5456 индивидуальных предпринимателей и 14 средних предприятий. Так что город наш развивается и выходит на новые рубежи. В Орске уже стала традицией ежегодно проводить Дни предпринимателя. И каждый год это совершенно разные мероприятия. Привлекаете туда и студентов. Это стало уже модным. В этом году наградили многих за проект «Твоя идея». Вообще, откуда эта идея проводить такой праздник? И что планируете на следующий год? Идея проведения возникла соответственно с изданием указа президента Российской Федерации о том, что 26 мая был объявлен День российского предпринимательства. Ежегодная традиция празднования этого длится уже до того, как я даже пришла работать на этой должности. Поэтому неделя почему взялась именно неделя и на недень. Как-то говорили, что в один день охватить все невозможно. Поэтому у нас даже не неделя, а можно сказать у нас даже два месяца как минимум идут подготовители к этому, когда у нас объявляются конкурсы среди молодежи, как вы сказали, «Твоя идея» и «Предприниматель год». Это два традиционных конкурса, которые мы проводим у себя. Почему именно взяли твою идею? потому что считаем, что вовлечение молодежи в предпринимательство является таким основным аспектом для того, чтобы, во-первых, пропагандировать предпринимательскую деятельность, и, во-вторых, просто показать молодежи о том, что помимо рабочих профессий есть такая профессия, когда ты можешь работать сам на себя, если у тебя есть такие определенные способности, потому что от многих студентов иногда слышат, «Да вот, зачем я буду работать на кого-то, когда я сам могу себя, скажем, обеспечить, могу сам все сделать?» Вот мы как раз и даем таким студентам возможность проявить себя в этом конкурсе. То есть, если, да, ты хочешь самостоятельно работать, сам получать какую-то прибыль, обеспечивать себя в дальнейшем свою, может быть, семью и так далее, вот, пожалуйста, давайте начнем с бизнес-проекта. Это тот статап, с которого начинает любой предприниматель, и если у вас, допустим, есть такие способности, вы уже в стадии написания этого проекта можете попробовать свои силы. А вообще, в неделю мы включали различные мероприятия, как сказали, у нас были и конкурсы, то есть, вот, сколько я вот, да, вот в этой, так скажем, должности работала, мы проводили два конкурса, это Орс Креативный, и в прошлом году мы фитнес-леди проводили. Вот в этом году решили немножко уйти от конкурса, чтобы дать передышку, хотели провести «Алло, мы ищем таланты» среди предпринимателей, но как-то не очень нашли участников, там, два-три человека нашли, но такого достаточной публики не нашли. Вот, и в этом году, мы в прошлом году попробовали провести один тренинг обучающий, думали, что, может быть, не пойдет это, может быть, как-то не понравится, вообще предприниматели у нас занятые, поэтому у них не всегда есть возможность куда-то съездить, обучиться, повысить свою квалификацию. В прошлом году мы привезли одного бизнес-тренинга, нашим предпринимателям очень понравилось, поэтому вот этот год мы сделали практически насыщенную вот именно бизнес-тренингами, обучающими, семинарами, для того, чтобы дать возможность тоже нашим предпринимателям, так скажем, поучиться немножечко. Вот лучших предпринимателей отметили, да, вот в итоговом концерте, вы их возили в Оренбург. Как там воспринимают наших бизнесменов? Какая оценка была? Ну, там награждали всех предпринимателей, которые, ну, подавались на областной конкурс дипломами различной степени. Вот наши трое участников, они были удостоены дипломами и благодарственными письмами от министра экономического развития, от министра строительства и заместителя министра экономического развития. Я считаю, что это вот одна из таких наград, которые очень считаются достойными и престижными для наших предпринимателей. Хотя некоторые нам говорят, что мы уже не только в Оренбургской области получаем такие награды, а уже даже в Москве ездим, потому что есть очень активные предприниматели у нас, которые участвуют во всех конкурсах и международных, и всероссийских. То есть, можно сказать, что бизнес у нас в городе все-таки процветает? Ну, есть такие направления? Направления, по крайней мере, такие? Направления есть, да, направления такие есть. Ну, прям за всех сказать, конечно, так не решаюсь, но направления такие у нас существуют, да. Наша съемочная группа накануне вышла на улицы города и обратилась к корчанам с вопросом, как они считают, привлекательен ли наш город для бизнесменов и какую предпринимательскую деятельность можно у нас развить? Давайте посмотрим, какой же был вердикт граждан. Как вы считаете, наш город привлекательен для того, чтобы здесь развивать какую-то предпринимательскую деятельность, бизнес открывать? Я даже не знаю. Ну, вообще-то, в принципе, сейчас уже город более-менее стал такой современный, но только грязный очень. Да, ну, кто его знает, вы видите, сейчас не у всех идет она, эта предпринимательская деятельность. У кого-то кто-то развивает, а кто-то сворачивает. Навряд ли. Дыра у нас. Я считаю, нет. Мозг умирает, почему-то, не знаю, потому что заводы все закрыто, для бизнеса ничего не делается, никакой помощи. Нет, прежде всего нужно промышленность возродить, а тогда только открывать что-то такое. А у нас пока только развлекательные открывают банки. Я знаю, что совсем скоро к Новгород приедут гости из Казахстана, тоже представители предпринимательской деятельности. Что это будет, что за выставка, вообще чего ожидать? Да, мы вот вели долгие переговоры, как бы с прошлого года у нас еще была такая идея с подачи нашего общественного совета предпринимателей, когда мы ищем пути развития дальнейшего для нашего города Орска, было выдвинуто предложение сотрудничества с Казахстаном, поскольку мы являемся приграничным городом и не использовать такое свое выгодное географическое положение, было бы, ну так скажем, не совсем правильно. Поэтому мы обратились с просьбой о проведении совместных мероприятий к Союзу промышленников города Октюбинска через нашу торгово-промышленную палату. Они нам дали, так скажем, предварительное одобрение. У них в июне этого года проходит аналогичная выставка и круглые столы с участием представителей и министерств и общественных организаций поддержки предпринимательства в городе Орибурге. И в дальнейшем мы планируем провести аналогичные мероприятия именно на территории города Орска. Поскольку мы проводили предварительный опрос еще среди наших предпринимателей, они выразили заинтересованность по сотрудничею с Казахстаном обсудить некоторые аспекты, которые их больше волнуют. Это и прохождение товара через российско-казахстанскую таможню, и это и потребность Казахстана в наших товарах-услугах узнать. То есть они нам написали перечень определенных вопросов, которые для них были бы интересны и готовы были принять участие в нашем круглом столе. Ну и напоследок, как планируется развивать предпринимательскую деятельность в нашем городе, или может какие-то пробелы нужно срочно заполнить? Да, у нас основная проблема, как выясняется, это законодательство. Мы неоднократно обсуждаем на уровне нашего Совета общественных предпринимателей, даже приезжал к нам полномоченный по защите прав предпринимателей Оренбургской области. И, как правило, все проблемы, которые высказываются нашим предпринимателям, не скажу, что все хорошо, основные проблемы, которые являются, может быть, сдерживающим фактором для развития бизнеса, это несовершенство нашего законодательства и налогового законодательства, и законодательства страховых, и о защите прав предпринимателей. 294 закон при проведении налоговых и контрольных проверок, мы направляем письма, просьбы о пересмотре этого законодательства. Конечно, мы надеемся, что нас услышат и все-таки какие-то меры примутся. Ну, а пока, так скажем, все, что в нашей воле, это оказывать меры поддержки нашим предпринимателям, пусть это из областного бюджета, я рассказала только про гранты, но у нас еще есть множество видов поддержки. Это субсидирование процентной части ставки по кредитам, которые займы берут у нас предприниматели, у нас есть и микрозаймы под ставку рефинансирования до 1 миллиона рублей для развивающихся предпринимателей, у нас есть субсидирование части затрат по лизингу над договором, есть субсидирование процентной части затрат по участию и на обучение, когда предприниматели, допустим, запланировали переобучиться сами или переобучить свой персонал на какие-то. Поэтому мы пока планируем поддерживать наших предпринимателей и в дальнейшем. Естественно, сейчас у нас, когда многофункциональный центр открылся, мы оказываем поддержку предпринимать тем, что теперь хотя бы снимаем с них нагрузку ездить за выписками в город Оренбург, то есть сейчас многофункциональный центр, облегчаем бумажную волокиту в этом плане. И в дальнейшем планируем тоже еще в рамках многофункционального центра. Я думаю, что каждый предприниматель сталкивался с проблемой, допустим, оформления недвижимости в Росреестре, в земельном участке и так далее. Как только у нас все обучение пройдут наши сотрудники в Росреестре, мы планируем в качестве облегчения и помощи предпринимателям вот эти все услуги оказывать в рамках многофункционального центра, которые, надеемся, что отнимет у них минимальное количество их драгоценного времени. Я надеюсь, что сегодня мы нашим телезрителям показали наш город с другой стороны. А самое главное, что я надеюсь, что не возникнет больше тех разговоров, что в Орске нет рабочих мест. Как показал пресс-тур, места есть. Места есть. Те, кто ищет, тот всегда найдет. Вам большое спасибо за эту встречу. И вам спасибо огромное. Продолжение следует...